Русские новости 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 русского национализма, с вопросами формирования русского движения. В общем-то, весь комплекс идей был высказан, и это отрадно, в том числе и проблемы кадровой политики, международных отношений, все это было освещено, то есть весь комплекс был предложен. К счастью, и в социальных сетях тоже распространились эти видеоролики, и несколько тысяч человек их посмотрят. Но это все равно мало, даже если каждый из тех, кто кликнул на соответствующий файл, потом пришел бы на конференцию или на шести, это все равно было бы ничтожно мало. Если бы вот эти видеоролики смотрели миллионы, тогда можно было надеяться на сочувствие, может быть, сотен тысяч людей и на участие в наших мероприятиях десятков тысяч. Но мы даже в информационном поле не можем привлечь внимание людей. Это, конечно, связано с борьбой против нас, с всякого рода ограничениями, потому что на наше первомайское шествие не просто не допустили людей, а специально объявили о том, что шествие русских националистов запрещено в Москве. Ну, как и в других местах, таких шествий раньше они происходили, сейчас их нет, потому что усилилось полицейское давление, очень много возбуждено уголовных дел и так далее. То есть, ну, фактически идет реальное подавление русского движения, публика тоже остается, к сожалению, в этом отношении дифферентной и не реагирует. Не реагирует на то, что необходимо было бы делать, ну, хотя бы как-то морально поддерживать тех, кто находится под давлением. Или материально, это тоже никому не запрещено, но ведь каждый там считает свои копейки. В состоянии крайне тяжелым находится наша страна, и большинство русских людей, в общем-то, нищие. И внести даже свою небольшую лепту в то, чтобы как-то поддержать русское движение, крайне тяжело. Ну, например, на наше шествие, если в прошлом году мы на русский марш собрали 23 тысячи рублей, это покрыло, ну, почти все расходы, основные расходы были покрыты. В этом году вот такой же сбор на счет пластиковой карточки, там, в каком-то банке, я, честно говоря, даже не помню в каком. Но в этом году пришло на майский праздник всего 4 тысячи рублей, которые были пожертвованы. Спасибо тем людям, которые не оставили наши призывы безответно и внесли свою лепту. Ну, все остальное вложили вот те, кто принимали участие в этом. А это, в общем-то, чем меньше участвует людей в сборе средств, тем труднее всем остальным как-то сложиться. Ну, слава богу, конечно, мы закрыли, чем смогли те затраты, которые были. Шествие в Москве оказалось, ну, скажем так, рекордно малочисленным. Ну, в том числе, с другой стороны, есть и позитивная сторона, рекордно более организованным и проведенным на едином духе. Более того, спонтанно получилось, что шествие одновременно был и, как бы, такой пропагандистский проход. Ну, мы собирались на месте сбора, который был объявлен у метро «Октябрьское поле», где вот состоялась эта ужасная трагедия, где была зарезана русская девочка, и с ее головой вот эта узбечка полоумная ходила и потрясала там, провозглашая Аллах Акбар. Вот с этого места мы стартовали, но в этом месте мы собирались. Примерно час работала наша звуковая установка, и без перерыва шло вещание. Ну, фактически, это некий аналог митинга, но не совсем митинг, потому что это было скорее похоже на такое политпросвещение, урок политической грамоты. Нам вместе с Николаем Куриновичем удалось и эти 40 минут провести, меняясь микрофонами и просвещая граждан, которые стояли вокруг, не рисковали зайти за ограждение, пройти свой кордон с собаками. Там специально высаживают собак. Перед тем, как войти, вы должны пройти через, фактически, перешагивая через собаку. Перед каждым входом на территорию, где происходил сбор, специально сажают собак. Это же крупные животные с такими большими зубами, и, в общем-то, далеко не каждый спокойно может к этому отнестись. Многих в детстве собаки пугали, но вот пугают и сейчас, и во взрослом состоянии, поэтому не всякий готов пройти. Но по обочинам люди стояли, а потом шли вместе с шесть, и большое количество людей. И это было сочувственное присутствие к нам. Слушали внимательно, я это видел. Потом мы, когда двинулись, мы шли очень медленным шагом, прошли, в общем-то, довольно короткий маршрут, затратив на это почти час. И час беспрерывно шло вещание с нашей мобильной звуковой установки. И спасибо всем тем, кто у нас обеспечивает все это дело тоже непростое технически. Наши соратники, огромная им благодарность в том, что они позволили это сделать. Вот этот час мы посвятили тоже политпросвещению. Тоже огромное спасибо Николаю Куриновичу, который перенимал у меня микрофон и тоже как бы продолжал те мысли, которые высказывал я. И мы с ним работали очень слаженно и синхронно. Этот час был тоже посвящен тому, чтобы всех, кто нас слышит, это не только жители окружающих домов, но и те, кто следовал вместе с нами по маршруту движения, не будучи допущен в колонну, потому что полиция постоянно пресекала эти возможности. Нам, конечно, такие услуги от полиции не нужны. Это фактически оккупационная администрация, вот нанимает этих людей, этих наемников, полицаев, их правильно называют полицаями. Еще там дружинники за свои 30 серебряников тоже там что-то бегали вокруг, сверкали своими повязками. Но они более лояльные, они как бы вот должны только присутствовать, ничего от них больше не требуется. Просто вот продемонстрировать, что нас ведут фактически под конвоем. И, в общем-то, не позволили нам увеличить количество людей, которые могли бы присутствовать вместе с нами. Ну, это вот запугивание, объявление в средствах массовой информации, что шествие запрещено. Мы сделали рассылку, кстати, по всем основным информационным агентствам. Ни одно из них объявление не дало, не опровягло ту ложную информацию, которую они разместили, в том числе и в интернете, в массовом количестве все это дело разошлось. Якобы в Москве шествие националистов было запрещено. Нет, оно прошло. К сожалению, у нас нет такой, понимаете, какая-то была обстановка всеобщей солидарности. Скажем, в конце 80-х не было никакого интернета, по телефонам никто особенно не обзванивал. Но почему-то люди, буквально краем уха где-то что-то услышав, собирались на колоссальные митинги, огромные митинги. Нигде ничего не было. Ни по радио, ни в газетах, ни по телевидению никто не объявлял. Тем не менее, люди приходили сотнями тысяч. А сейчас, вот даже, как я понимаю, русским людям лень узнать, будет ли что-то, будет ли какое-то шествие на 1 мая, где-то задать вопрос, поискать эту информацию. Мы сделали все, что могли. Опубликовали где только возможно, где везде, всюду в социальных сетях, где только была возможна такая публикация. Мы дали информацию, но пришли только те, кто приходит всегда. То есть, те люди, которые железно наши. Ну, пришли еще представители Донецкого ополчения, Донбасского ополчения, это правильнее будет сказать, в очень небольшом количестве, несмотря на то, что мы поднимали тему годовщины одесских событий. Но спасибо тем, кто пришли. Мы очень рады тому. Не пришли, к сожалению. Те, кто традиционно приходили, возглавляли наше шествие. Православные хоргвиновцы в полном составе отсутствовали. Но, видимо, очень сильно в устав, поскольку они участвовали в крестных ходах, и, видимо, действительно очень сильно утомились. Пасха, так вот, московские власти решили совместить совместить наше шествие с пасхальным праздником, что, конечно, является нарушением наших прав. Но у нас и не только такие права нарушают, и многие другие. Мы просили дать нам шествие 2-го числа, но нам сказали, откажитесь от 2-го, тогда позволим 1-го. Ну, вот, для того, чтобы как раз уменьшить численность участников, у нас все-таки подавляющее большинство, это православные граждане участвуют в нашем шествии, русское шествие, оно опирается, конечно, на русских людей, которые 1-го числа в этом году так совпало, на Пасху либо разговляются в этот день, отдыхают, либо идут в храм, либо заняты какими-то семейными делами, рассчитывая именно на этот праздничный день. Не пришли они, не пришли на русское шествие, хотя для нас это было очень обидно. Не пришли представители таких вот правомонархических организаций, левые организации тоже часто участвовали в нашем шествии, часто бывали, но на этот раз такие вот левопатриотические группировки предпочли отправиться куда-то к коммунистам, либо не отправиться вообще никуда. И, наконец, народное ополчение России тоже в полном составе не пришло, ни плакатов, никого из них, представителей не было, потому что тоже вот сослались на Пасху, но я думаю, что там были и другие причины, не только праздник Пасхи, но и, может быть, непонятно, откуда возникшая ревность к нашей организации, хотя мы, русский национальный фронт, коалиция, мы всех приглашаем совместно готовить все мероприятия. Вот что-то в последнее время разладилось с народным ополчением, не получается, не получается вместе с ними даже проводить подготовку к какому-либо мероприятию, и они подали заявку на второе число, нас об этом не оповестив, ну, им отказали второго числа. На нас еще, видимо, обиделись, что мы подали и на первое, и на второе, но если бы мы подали на второе, то нам бы тоже запретили, нам бы тоже отказали в согласовании в шествии, потому что, как было сказано неофициально, второго числа полиция должна отдыхать. Вот они отдыхают второго числа, поэтому не согласовали вообще ни одно мероприятие. Правда, второго числа должен пройти, как раз в то время, когда я записываю эту передачу, митинг памяти Одессы, но это не политическое мероприятие, это концерт на Суворовской площади, движение Новороссии, проводит это мероприятие. Ну, коль скоро оно не политическое, никаких политических лозунгов там не должно быть, и даже политической символики не должно быть, ну, я вот как-то решил, что, наверное, я все-таки не пойду. Потому что концерт, как-то это не самый лучший способ почтить память заживо сожженных в Одессе вот этими укронацистами. Это, конечно, должно быть политическое мероприятие. Я еще надеюсь, что все-таки, несмотря на то, что объявлен концерт, все-таки там будут звучать политические речи. Но нас, вот нашей организации РНФ туда, как политические структуры не звали. Не звали, мы, конечно, придут наши представители, дадут дань памяти погибшим. Ну, к сожалению, выразить свою позицию они смогли только вот на нашем шествии. Мы и об этом тоже выступали, об этом тоже говорили. Митинг у нас прошел очень коротко, можно сказать, на одном дыхании, без каких-то пауз, без длиннот. Выступление не больше пяти минут, все были очень энергичные, и в течение часа мы митинг закончили. Не знаю, что, как дальше будет развиваться русское движение. Может быть, мы проходим через какой-то самый глубокий его провал. Это связано с переосмыслением ситуации, с тем, что, видимо, меняются поколения политиков. Мы ждем, что флаг русского движения будет подхвачен молодыми людьми. Пока мы их не видим на наших шествиях, очень незначительное их количество. Но все-таки положение будет меняться наверняка, потому что, если мы не сдаемся и не отступаем, то мы держим эту площадку, и на эту площадку смогут войти, как уже на подготовленную к действиям, к сплочению почву, люди, которые будут нас сменять, будут сменять тех, кто уже в русском движении многие годы, уже десятки лет, и кто не отступил, не предал, не сдался. Мы надеемся, что наш пример все-таки покажет и другим, более молодому поколению, что те, кто не отступает, те и не испытывают поражения. Поэтому мы и сейчас, в мае 2016 года, не отступили, не сдали свою площадку, показали, что русское движение существует, показали, что оно ни в коем случае не будет сползать к анархизму и нигилизму, которую демонстрировали некоторые люди, которые себя называли националистами, не будучи таковыми, ничего не понимая в национализме, а действительно, скорее, представляющие собой анархические бредни, и именно поэтому поддерживающие режим Порошенко, абсолютно антирусский, русофобский, террористический режим, и поддерживающие так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе. То есть, фактически, это люди, которые поддержали самых злейших врагов русского народа, это русские националисты. Конечно, это не Русь, это не Русь. Ну, и мы видели, что это не Русь торгует национальными интересами России, даже по мелочи пытается что-то выторговать себе, и превращение бренда «Русский марш» в товарный знак, это, конечно, такое символическое действие, осквернение русского движения, с такими людьми, как господин Демушкин, конечно, даже здороваться за руку невозможно, потому что это грязные руки, грязного торгаша в Ирусе, а не русского националиста. А, конечно, средства массовой информации русофобские будут говорить о том, что вот Демушкин – это и есть русский национализм. Ничего подобного. Я лично за националистов, таких людей, национал-торгаши, так я их называю, только национальность, они не русской, конечно, не представляют ни русского движения, ни русского национализма, они не имеют никакого представления о русской идеологии, они не солидарны с русскими людьми, не понимают и не знают русской истории. Это неучи и проходимцы, и этим проходимцам надо проходить мимо нас, и не дай бог, чтобы мы с ними где-то пересеклись. И с такими людьми никаких союзов, коалиций, совместных мероприятий у нас быть не может. Национал-торгаши, национал-предатели нас интересовать не могут. Скорее мы будем противниками этих людей и будем разоблачать их гнилостную сущность и фактически пособничество русофобскому режиму, который они осуществляют. Вот, например, как господин Демушкин в плотном контакте со средствами массовой информации он подал ложную заявку на шествие с того же места, с которого стартовало наше шествие. Потом он и не собирался ничего организовывать. Потом средства массовой информации объявили, что шествие запрещено. Вот это такой симбиоз, симбиоз русофобов разного типа. Одни сидят в СМИ, другие выдают себя за русское движение. Мы это все достаточно хорошо видим, и поэтому определенные выводы уже сделали давно. Желательно, чтобы и граждане, которые смотрят русские новости, тоже делали выводы вовремя, вовремя реагировали на все вот эти грязные проекты, которые под видом русского национального движения то и дело возникают, как вонючие грибы. Мы будем проводить наши конференции, наши уличные акции, митинги. Непременно будем проводить, непременно будем показывать, где точка сборки для всех русских, честных русских людей. Мы будем проводить и в дальнейшем наши шествия. Непременно будем проводить русский марш 4 ноября и ждем всех русских людей на это шествие. Независимо от обстановки, какова она будет, будут репрессии, будут ли люди находиться под судом, как сейчас Кирилл Барабаш в тюрьме сидит уже многие месяцы вместе со своими соратниками. Или люди будут, будет кому там собирать инициатором быть. Кто-то будет инициатором русского марша, и мы приглашаем туда русских людей. Но пока у нас длительный период предстоит летний, когда происходит замирание всей политической жизни. Мы, конечно, не бросим заниматься политикой, будем освещать все эти безобразия, которые творит ныне действующая преступная власть, главный преступник Путин и все его окружение, все это варьё, все эти олигархи. Мы будем говорить о них самым нелицеприятным образом и будем просвещать русских людей по поводу того, в какой стране они живут, в какой ситуации они живут, какова наша история и насколько ныне действующая власть является противной русскому духу, русской перспективе. Мы будем продолжать нашу борьбу и мечтаем о том, чтобы русские люди подключались к нашей совместной деятельности. В ней нет никаких тайн, нет никаких фантазийных изобретений. Всё достаточно ясно. Мы хотим продолжить русскую историю, такой, какой она нам известна. Она известна достаточно хорошо тем, кто желает её знать. Но тем, кто не желает её знать, известны разные штампы советского, постсоветского времени, которые оскверняют нашу историю, оскорбляют её и унижают русский народ. Мы тоже будем разоблачать всё это безобразие, все эти подлые соображения по поводу того, почему Россию, надо считать, уже умершую, на её месте растёт вот этот чертополох под названием РФИ, Российская Федерация. Мы никакая не федерация, мы Великая Россия, Русская Империя, и таковой должны вновь встать, если русский народ воспрянет ото сна и разбомбит вот это самовласть и олигархии, восстановив ту историческую перспективу, которая была заложена нашими предками за тысячелетнюю историю. Слава России! Русская Империя